Луком. Давай. В вашем холодильнике залежалась морковь? Ее еще можно реанимировать. Растворите столовую ложку сахара в литре воды и опустите туда морковку. Через два часа она вновь станет крепкой и сладкой. Миша, получай морковь. Здорово, ты ее сделал. У тебя лук прекрасный. Да, старался. Что делаем? Ты знаешь, мы сейчас высыпаем все это в сковородку и отправим ее жарить. Давай. Да, я высыпал лучок. Это будет очень вкусно. Пассеруем. Вот так вот распределим по дну, чтобы быстрее поджарилось и отправляем на огонь. Я думаю, пока оно будет обжариваться, я займусь отбиванием мяса. А для этого мы берем кусок говядины и отбиваем его молоточком. Я вообще-то люблю стейки. В моем понимании это хороший кусок мяса. Это может быть как свинина, так и говядина в зависимости от пристрастий. Ну что такое стейк? Это огромный кусок мяса в моем понимании. И причем, как правило, жирного. Неважно, как он приготовлен, на лунном, на зеленом, на красном камне. Тем не менее, мясо остается мясом. Как тебе мясо? Отличное мясо. Вот я его отбил. Замечательно. Я смотрю, уже пассеровочка наша готова. Что делаем с этим? Да, давай все это смешаем с кукурузой и высыпем все это в наш гарнир. Итак, занимаемся гарниром. В заранее отваренный рис добавляем пассеровку из лука и моркови. Всыпаем консервированную кукурузу и все перемешиваем. Наш гарнир готов. Он у нас такой красивый и аппетитный. А что, к гарниру пойдут сырое мясо и рыба? Нет, этим займутся сами гости. Приготовлением этого блюда и мяса, и рыбы займутся сами гости на лунных камнях. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. А подробнее вот я беру вот этот замечательный поднос. В специальное углубление для гарнира выкладываем рис с овощами. А ячейки для соусов Михаил заполняет сливочным соусом с грибами, кисло-сладким соусом, кетчупом и, наконец, соевым соусом. И вот теперь пришло время достать разогретые лунные камни. Ой, Миш, волнует. Очень горячий. Поэтому потихонечку мы его поставим прямо вот сюда. Так, Миш, и что? И вот такой каждый поднос я подарю сегодня каждому гостю, который сам уже самостоятельно выберет, что он захочет, рыбу или мясо. Я думаю, что это будет вкусно и аппетитно. Твое блюдо готово? Да, мое блюдо готово. Ну что, друзья, бывает время разбрасывать камни, бывает собирать, а бывает время жарить на камнях. Дорогие друзья, может быть, вы никогда не видели, как создаются музыкальные шлягеры, но вот как создаются кулинарные хиты, пожалуйста, смотрите. Десерт. Десерт мороженое мистер Шлягер с печеньем и орехами. Это финал просто. Здорово. Ой, это вообще мороженое, наверное, будет суперское. Мистер Шлягер. Уже вкусно. Но мороженое я не ем. Десерт для меня, конечно, прискорбный. Небо покушать не получится. Для десерта нам необходимо, в первую очередь, мороженое. Вкусное мороженое. Печенье. Тертый шоколад. Орехи. Клубничка. И зонтики для украшения. Я думаю, что ты можешь мне помочь немножко покрошить орешки. Измельчить орехи. Измельчить орехи. А я займусь измельчением печенья. Я очень люблю печенье и орехи. Но, как говорят англичане, сепаретли. Отдельно печенье, отдельно орехи, отдельно шлягер и отдельно мороженое. Тогда это здорово. Орешки для мистера Шлягера, по-моему, готовы. Достаточно так будет? Очень хорошо. Ты знаешь, Саша, у тебя такие способности к культурам. Я просто восхищаюсь тобой, честно. Спасибо тебе большое. Что делать? Можно так хорошо еще и поешь? Наверное, но не сейчас, потому что времени петь у нас точно нет. Успел бы мороженое заделать? Да, я буду сходил, успеем. Тем более, что остается совсем немного. Михаил раскладывает по креманкам мороженое, уже изрядно подтаявшее. Чуть позже, как только мы его все сделаем, мы отправим его в холодильник, оно немножечко подмешнет. Теперь посыпаем мороженое раскрошенным печеньем, а сверху добавляем измельченные грецкие орехи. Но не во все креманки. Один из наших друзей, Сергей, не любит орехи, поэтому давай мы не будем ложить орешки в наш десерт, а ограничимся шоколадом. Итак, последний слой десерта – тертый шоколад. И можно приступать к украшению. На край каждой креманки Михаил надевает по клубнике, и я прямо в нее втыкаю коктейльный зонтик. Ну что, мистер Шлягер, твой мистер Шлягер готов? Мой мистер Шлягер готов. Я думаю, что будем угощать друзей. Чем проще музыка, тем популярнее песни. Миша, вот и пришел твой звездный кулинарный час. Я готов тебе сообщить, что ты успел. Уложились. Как и обещал. Молодец. И у тебя даже есть время написать какую-нибудь новую песню, возможно, про званый ужин. Это благодаря тебе, потому что ты мне помогал сегодня. Я очень тебе благодарю. Давай, до встречи на десерте. Пока. Спасибо, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Как настроение? Супер. Тогда идем. Пойдем. Пойдем. Я надеюсь увидеть океан позитива, чтобы все остались довольны. И я думаю, что ему это удастся, поскольку он достаточно изучил каждого гостя и будет стараться угодить каждому. Вау, Серега, здорово, Серега, здорово, здорово, здорово. Ты так высоко забрался. Нормально. Доехал. Настроение хорошее? Да, отлично. У тебя как? Нормально. Пойдем? Пошли. Вечером мистер Шлягер, я думаю, будет незабываемым. Так как он мистер Шлягер, я думаю, он должен устроить что-то интересное. Ну, смотри, как здесь здорово. Даже портрет его висит. Что здесь еще у нас? Смотри, орден с ленточкой. Во имя жизни на земле. Кто же ты ему, интересно, подарил? Ну, как-то. В горячих точках наверняка был. Да? Думаешь, он... А почему нет? Нет, я имею в виду с концертами, он же у нас Шлягер. Мне тоже давали такую в школе на выпускной. Была похожая лента, вот, и она меня впечатлила. А ему, скорее всего, дали на каком-то концерте, может быть. Смотри, какие штучки интересные. Подборка, много-много статей с разными. Тут он публичными людьми. Смотри, его фотографии глянь здесь в газете. Люблю себя, любимого, куда ни гляну, кругом я и я. Я подумала, что наш Михаил совсем не скромный. Он любит о себе печать в разных изданиях. И обязательно, чтобы была его физиономия. Я себя так люблю. Вау, здравствуй, моя хорошая, здравствуй. Проходи, проходи, проходи. Проходи, проходи. Какая-то сегодня прям нарядная. Сегодня мы с тобой в одном тонале. В одной тональне. В одной тональне, да. У меня подарок для тебя. Я хочу тебе подарить вот замечательную картинку со своим изображением, чтобы в такие вечера, когда грустно, можно было радовать себя воспоминаниями. Спасибо, Анна. Хорошо. Миша мне представляется реальным конкурентом. Пожалуй, единственный из всех участников, кто может мне составить конкуренцию. Поскольку он действительно жутко хочет выиграть и готов расталкивать локтями и руками всех вокруг. О, Леша, привет. Здорово, привет. Здорово, проходи, дорогой. Ну, привет. Мы тебя ждем. Как настрой? Очень хорошо. Ехал, ехал к тебе и приехал. Вот и все. Значит, поехали. Хорошо. Михаил меня встретил парадно. Мне даже показалось, что он весь в предвкушении своего вечернего бенефиса. О, смотри, вот это вот. Нагородждено Михаила Михайлова. Это что-то не по-русски? Давай, доставай. Не разбей. Я постараюсь. Цей диплом видано як подтверждение перемоги песни «Мама». Это, наверное, вот эта мама, которая всем известна. Украина, Киев. Диплом мне показался напыщенным, неинтересным. Я даже съязвила на тему того, что это может быть украинская звезда, о которой мы не знаем. Давай я вот это посмотри. Ой, я вот возьму ножик какой. О, сейчас прям в сердце выстрелю. Ба! Ты знаешь, мне кажется, это характеризует нашего хозяина, что он такой прицельный мужчина с агрессивным выпадом. А мне кажется, опасный прицельный мужчина. Я не знаю, зачем Михаилу оружие. Может быть, он защищается им от своих назойливых поклонниц. Я не знаю. Но мне кажется, оружие ему совсем незачем, потому что его талант – это и есть самое сильное грозное оружие. Музыкальные регалии мистера Шлягера гостей впечатлили не слишком. Но в нашем состязании решающие значения имеют другие таланты. Хозяин подает свой салат по-михайловски. Продолжение следует...